Всем привет! С вами Амир Гумеров, канал Рука Жоп. И сегодня мы с вами поговорим про новую операционную систему на iOS. Это iOS 15. Сегодня мы сравним, стоит ли вообще обновляться на эту операционную систему на старых телефонах, потому что будет лагать эта операционная система или не будет. Это как раз самый интересный вопрос и, скорее всего, он очень многих волнует. Вот, сейчас у нас на эксперименте два айфона. Это iPhone XS и iPhone 12 Pro Max. На iPhone 12 Pro Max у нас стоит операционная система 14.7.1, а на iPhone XS стоит 15. Как раз эксперимент будет такой, что у нас сейчас есть старый iPhone, на котором стоит новая операционная система, и есть новый iPhone, на котором операционная система стоит старая. И давайте с самого начала по поводу лагов. Переключение экранчиков. Так, операционная система, в принципе, еще практически не лагает, по крайней мере, задержки по сравнению с предыдущей операционной системой и с более сильным телефоном я сейчас не вижу. Давайте попробуем, откроем какое-нибудь приложение, например, Instagram. Так, Instagram. Скорость открывания. Так, давайте сразу свернем, чтобы их точно не было в запущенных. И сразу, чтобы в памяти тоже не было ничего лишнего. Так, итак, операционная система 15, операционная система 14.7. Поехали. Так, ну скорость загрузки, в принципе, не ощутима. Давайте посмотрим теперь лаги. Так, как воспроизводится видео? Давайте откроем здесь один и тот же аккаунт. Так, смотрите, сейчас выскочилось, отсутствует подключение к интернету. А сейчас нормально стало. Непонятно, что это лаг моего роутера или все-таки это лаг этого. Так, и давайте какой-нибудь видосик откроем и посмотрим, как работает. Ну скорость открытия примерно идентична. Разницы особой я не вижу. Так, давайте какой-нибудь подревнее видос откроем, чтобы в кэше точно не было. Так, опять один и тот же видос. Давайте найдем что-нибудь. Так, здесь у нас получается вот этот. Раз, два, три. Ну, вполне себе ничего. Нормально. И давайте поговорим про отличия операционных систем. Вообще, в принципе, что отличается? По большому счету, внешний вид операционной системы остался такой же, какой был. Особо ничего не поменялось. Вот. Конкретно, что изменилось вот из самого серьезного? Давайте покажу. Появился формат фокусирования. Помните, на 14-й операционной системе было как? То есть вы могли включить режим сна и его выключить. То есть режим не беспокоить. Работал просто вкл-выкл. Сейчас появилась более точная настройка. Давайте покажу сейчас. То есть мы сейчас можем настроить... Давайте в настройки сразу зайду. Настройки фокусирования. Идея такая, что когда вы включаете вопрос не беспокоить, вы можете настраивать, во-первых, какие люди имеют право вас беспокоить все-таки в этом режиме, и какие приложения могут вас беспокоить в этом режиме. Потому что этот вопрос на самом деле важный, потому что, допустим, если вы занимаетесь каким-то важным делом, выскакивают сообщения из Инстаграма, конечно, это не самое приятное, да? Но тем не менее, допустим, если в WhatsApp кто-то вам написал, или в каком-нибудь Телеграме, или в другом мессенджере какие-то срочные сообщения, то это более важно. Поэтому вы здесь можете сказать, какие приложения могут вас беспокоить, какие не могут. Вот. И режим не беспокоить стал более широкий. То есть вы можете здесь установить 4 варианта. То есть, допустим, в режиме сна у вас один профиль, в режиме работы второй, в режиме личный третий, и в режиме не беспокоить четвертый. Каждый из режимов можно настраивать более точно. Ну, допустим, вы можете поставить, допустим, запретить всем. Настроить позже. Готово. Вы можете режим сна, допустим, настроить, что здесь вы можете поставить, опять-таки, что будет от экрана домой к вам прилетать, то будет на экране блокировки прилетать, опять-таки, чтобы экранчик не включался. И здесь вы можете, получается, в режиме сна, опять включать, выключать. Вот. В режиме не беспокоить вы можете сделать автовключение, то есть, и добавить автоматизацию. Смотрите. Например, вы можете сделать автоматизацию, что он будет с такого-то по такое-то время включаться-выключаться. Этот режим. Потом, когда вы находитесь в каком-то конкретном месте, вы можете сделать так, что этот режим будет включаться. Например, когда вы пришли на работу, автоматические уведомления, допустим, от ваших сотрудников, допустим, могут приходить. Пока вы не на работе, режим будет запрещать вас набирать по работе или с незнакомых номеров, допустим, или еще что-нибудь. Или когда вы, допустим, запустили какое-то приложение. То есть, запущенное приложение включает автоматически вот этот режим фокусирования. Вот. В остальном, в принципе, все то же самое. Ничего особо не поменялось. Смотрите, что еще изменилось. Изменился Safari. Так. Давайте сейчас перейдем на Яндекс просто и увидите разницу. Смотрите. Строка поиска появилась теперь снизу. То есть, если она раньше была сверху, теперь она здесь снизу. Вот. Режим закладок изменился. Теперь они, видите, какие красивые плиточками стали. Это два. Потом вы можете перепрыгивать через ваши закладки. Тоже немножко по-другому. То есть, здесь, в принципе, все становится немножко более удобно. Я думаю, в принципе, многим понравится. Потому что управлять адресной строкой раньше было немножко неудобно. Потому что вот на этом телефоне у меня палец доверху не доставало. Я одной рукой, в принципе, набрать ничего не мог. Сейчас можно. Как работает браузер? Давайте посмотрим. Зайдем в Яндекс.Видео. Закрыть, закрыть. Это все не нужно. О, ничего себе. И запустим какой-нибудь видосик. Как работает браузер. Ну, шустрость вообще никак не изменилась. Даже скажу больше. У меня такое ощущение, что вот этот телефон обогнал сейчас. 12-й. И в принципе, ну, по скорости лагов, по крайней мере, сейчас не видно. Сейчас я еще вам покажу, как работал вот этот телефон на 14-й. Я для того, чтобы можно было каким-то образом понять, снял ролик до того, как он стал обновляться. То есть, снял ролик именно как свайпается и заходит в приложение. То есть, вы сейчас можете посмотреть, насколько поменялась скорость реакции телефона до обновления и после обновления. Музыка. 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 Еще появилось, конечно, такое небольшое дополнение. Здесь это в заметках появилась возможность ставить теги. Ну и сказать честно, я вот этим приложением совсем не пользуюсь, поэтому я не вижу в этом никакого особого смысла. Виджет погоды, говорят, поменялся чуть-чуть. Но виджет погоды, в принципе, меня и до этого особо не смущал. Да, может быть, стало немножко красивее. Так. И смотрите, как будто он берет с разных источников. То есть у меня на одном виджете показывает 6 градусов, на другом 7. На одном... Ну, анимация совсем... Ну, анимация, конечно, немножко поменялась, да, у них здесь. Стала... Не знаю. Но она стала более, как такая подробная, что ли. То есть здесь, получается, написано, во сколько восход солнца будет. Ну, в принципе, совсем не нужные вещи, которые в принципе, тоже раньше были, кстати. Но они были не так оформлены. Немножечко поменялся по оформлению. Пока сейчас, в данный момент, на пятнадцатую операционку вижу смысл перейти, потому что операционка, в принципе, не лагает даже на XS. Поэтому на двенадцатом, скорее всего, не будет никаких вопросов. Надеюсь, видео было вам полезно. Не забывайте перейти, подписаться на наш канал. Скоро будет еще такие-нибудь интересные видео. С вами был Амир Гумеров, канал ВКОДЖОП. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok